Девушки отдыхают 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 Показывать, как следить за своим body and how can you... Короче, будем заниматься на тренажерах, показывать, как прокачивать группы мышц, но в этом нам будет в основном помогать Евгений, потому что он у нас спец по выносу мозга. И для начала, господин Илья, что мы будем делать с вашей половиной рукой? Мы пойдем разминать все группы мышц, а потом будем бегать по тренажерной дорожечке, кататься на велосипедах. Я думаю, нужно приступить к этому right now. Как думаешь? Поехали, да. После зажигательной разминки в составе группы Маяковский мы оказались в зале силовых тренировок. Дима до сих пор не может остановиться. Я задам вопрос Илье. Здравствуйте, Илья. Кстати, это круто, я вижу. Скажи, где ваш четвертый участник? Я знаю, что группа Маяковский состоит все-таки из четырех человек. Четное число. Четвертый участник играет на барабанах, поэтому ему не нужно ходить в тренажер, он прокачивает все мышцы, сидит за своей установкой, его невозможно от нее тормать, поэтому он, наверное, сейчас... Любит женщин. В том числе. Здорово. И что с твоей рукой, естественно, насущенный вопрос, я не могу бы не задать, и после мы приступим к силовым тренировкам. Это спорт, это футбол, это борьба. Мы играем в футбол всей группы. И боретесь параллельно. И там же боремся, выплескиваем все... Американский футбол? Сокер. Русский, но по-американски. Сокер. Да, всю отрицательную энергию, ну, в общем, вот так вот неудачное падение, и я сломан. Слушай, а нет ли тут какой-то подводного течения? Потому что нет четвертого участника, рука сломана, может быть, он ломал тебя своими палочками. Я могу рассказать, что наш четвертый участник, он не любит, он ненавидит футбол, и один раз мы еле-еле затащили его играть с нами в футбол, где он очень сильно повредил ногу, и после этого он ездит в футбол. Нет, виновник не Илья Грин, который барабанщик, а виновник я. А все почему, друзья? Потому что ребята не смотрят программу «Раздевайся, не стесняйся», а вам я настоятельно рекомендую смотреть программу «Раздевайся, не стесняйся» вместе с Оксаной Устиновой на Russian Music Box. Ты больше раздеваешься. Клубе «Зебра», друзья, мы продолжаем. Давайте начнем тренироваться. Друзья, начнем с того, что разогреем группы мышц груди с помощью штанги, пока без весов, примерно 20, ну, там, 20-30 раз, кому как удобно. Просто гриб. Да, Дима. Давай, покажи нам. Да, Дима. Такса. Поехали. Да. Сколько подходов нужно сделать? Три подхода по 10 раз. Окей, не слишком ли легкий гриб, Дмитрий? Мне кажется, надо навесить пленок, да? Правильно? Да! Затур! У-ху! Затур! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Поработали над грудью, друзья. Продолжаем нашу программу. В гостях группа Маяковский. Что дальше, Илюха? А скажи Жене нам, что дальше? Он сегодня тренер. Друзья, мы разогрели грудь, покачали мышцы груди. Можно перейти к прокачке бицепса. Пойдемте, друзья. Пойдемте. Мы начинаем новое очередное упражнение. И, насколько мне известно, здесь мы будем прокачивать. На прокачку бицепса, да. И это упражнение с удовольствием начал бы я, но поскольку у меня знак зодиака хреновый, начнет. Дима просто сказал, что ему очень тяжело после первого упражнения уже. Ну и вообще сегодня он тренируется Женя, поэтому он начнет. Главное, не выкручивать запястье, да. То есть, если вот запястье идет так, и там будет так, то уже будет работать неправильная группа мышц. Также вот здесь должно быть... Вот так вот. Женя сейчас идет правильно. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok А вы пришли на другой тренажер, где будем работать на средней части нашего тулыща, а именно на поясничке. Молодец. Показываешься. А показывать будет у нас Илья. Это одно из упражнений, которое он может выполнить. Даже со словом, даже со словной рукой. Поэтому попросим. Ты можешь прийти и сделать сам. Ты только не упадилась. Илья, Илья. Женя, прокомментируйте, за сколько по полу можно прогибаться? Ну, вообще прогибаться... Вот Илья делает оптимальный вариант. Нужно, чтобы спинка была обязательно ровной. Нельзя прогибаться вперед. То есть у вас будут задействованы не те группы мысль, которые мы качаем, прокачиваем. Да, для усиления, в принципе, то есть со временем правильно берут за голову, берут определенный вес. В зависимости от того, который вам нужен, который можете сделать. И делаю три подхода, там, ну, порядка 10-15. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы видите эти счастливые лица? Илья, Евгений. И Дмитрий. И Волон Демор. И Волон Демор. И Дмитрий Рыба. Что произошло? Но, глядя на его профиль, мне именно так захотелось сказать. Дмитрий Тигров. А вместе группа Маяковский. И снова в центре Евгений. Все потому, что он блондин. Все потому, что он голубоглазый. И в красной майке. Собственно, поэтому мы сегодня его выдвигаем. И в красных труселях. Не забывай, это очень важный аспект. Костюм у человека. Костюм, понимаете? Костюм, да. Собирался вверх, подбирал к низу. Друзья, мы плавно перешли к нижней части нашего тела. Ну, точнее, к... От спины мы перешли к нижнюю прессу. Суфлируешь, да? Ну, давай газуй. Поэтому делаем пресс. Три подхода по 10 раз. Ножки на любителя кто-то выпрямляет, кто-то согнутый поднимает. Так что смотрите, как вам удобней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я слышала, что в августе у вас планируется съемка клипа. Я интересуюсь, на какую песню. А, возможно, уже есть какой-то режиссер, на которого пал выбор. Может быть, есть уже сценарий и даже сюжет. Ты совершенно права. Откуда у тебя эти источники, я не знаю. Но да, мы планируем снимать видео на новую песню. Ее еще никто не слышал. И что это за песня, это секрет. Кто будет снимать... Даже если я не слышал эту песню. Кто будет снимать, это тоже секрет. Мы сейчас в подготовительной стадии, поэтому мы не хотели бы скрывать всех тайн. Вот сделаем и покажем уже товар лицом, так сказать. Хорошо складывайте. По крайней мере, ближе к съемкам клипа мы будем интриговать вас всякими фотками, со съемочкой площадки, с подготовительного процесса. Все это, естественно, будет. Всякие видюшечки в Инстаграм. Видюшки. Видюшки, да. Все, я закончил. Да? Молодец, хорошо складываешь. Наша программа подошла к логическому своему завершению. Мы хотели бы попрощаться со зрителями из группы Маяковский, но товарищ Илья почему-то уселся вновь на тренажер и сказал, что это называется заминкой. Что ты здесь делаешь? Ну, во-первых, рука не дала сегодня сделать мне полноценную тренировку. Ну, и плюс замяться после тренировки это всегда полезно, чтобы не болели мышцы, чтобы опять, ну, в общем, замяться. Не знаю, как вам объяснить, что я катаюсь. Он поехал. Друзья. Я отъезжу. Я хотел бы сказать, что нам очень приятно было, что нас пригласили. Мы наконец-таки расстрелили свои жирки. Спасибо большое. Все занимайтесь спортом. Это очень полезно, весело и круто. Вы смотрели «Раздевайся, не стесняйся» на Russian YouTube Box. Встретимся через две недели. Всем пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!